Семен Кази по шахматам в аэропорту рано утром встретили родные и близкие спортсменки. Цветы, плакаты, слова благодарности и восхищения в эти минуты звучали в ее адрес. Вот именно так звучит победа. Здесь висят медали, которые были завоеваны юной спортсменкой и ее братьями на различных соревнованиях, как местного уровня, так и международного. Ну а сегодня эта копилка пополнилась еще одной заветной медалью, которую Айжан завоевала на чемпионате Азии в Шри-Ланке в возрастной категории до 10 лет. Наша героиня начала увлекаться шахматами с 4 лет, а в 5 начала серьезно заниматься этим видом спорта. В этом же году она получила серебряную медаль на чемпионате Азии по классическому виду шахмат. А сегодня она является четырехкратным чемпионом Кыргызстана и трехкратным чемпионом президентского кубка в своей возрастной категории. А на днях она стала чемпионом Азии по классическому виду шахмат и сегодня утром вернулась на родину. Айжан играет по трем видам шахмата. В прошлом году на чемпионате Азии в Таиланде она завоевала золотую медаль по рапиду, а по блицу выиграла серебряную. А в первенстве Азии по классическому виду она выиграла серебро, а по блицу золото. Это третье золото Айжан на Азии, но по классическому виду это первое золото. На этом чемпионате участвовали спортсмены из 32 стран мира. Айжан выиграла 8 партий у соперников, тем самым обеспечив себе досрочную победу. В финале она сразилась с соперницей из Узбекистана Афрузой Хамдаловой, которая была на тот момент действующей чемпионкой Азии. По словам отца, она к партиям готовилась, основательно изучая каждый ход соперницы. Преимущество Айжан заключается в том, что рядом с ней был ее тренер, родной брат, говорит Сизбек Таштекеев. На чемпионате соперник определяется за день до игры. В этом случае игроки не спеша изучают партии своего соперника. Смотря какую тактику игрок выберет, они исходя из этого начинают свою подготовку. Преимущество Айжаны было в том, что на чужбине в качестве тренера рядом с ней был ее родной брат Арзебек. Ее уме, талант, а также поддержка близких помогла ей одержать победу на чемпионате. Айжан очень целеустремленная. На протяжении трех лет она шла к этой цели и в конце концов стала чемпионкой. Она заранее обеспечила себе звание мастера спорта по шахматам благодаря этой победе. Ее отец в детстве увлекался шахматами и привил любовь к этому виду спорта своим детям. Старший сын Арзебек – восьмикратный чемпион Кыргызстана по шахматам, а средний кандидат в мастера спорта. Другие дети тоже увлекаются шахматами, говорит многодетный отец, у которого девять детей. Ну а юная чемпионка отмечает, что самая сложная игра была у нее с Сафрузой из Узбекистана. Партия у нас с ней длилась больше двух часов, вспоминает чемпионка. Моя самая сложная партия была Сафрузой. Партия с ней длилась больше двух часов. Несмотря на сложную игру, я смогла ее победить, выставив сложные механизмы в игре. И таким образом она не смогла меня победить, так как до этого я наперед изучила все ее ходы. В этом доме уже не осталось уголочка, чтобы повесить завоеванные медали детей гордости семьи. Медали и кубки висят на самом видном месте и являются стимулом. Их порядка двухсот. Это самые важные. Здесь около восьмидесяти высшие пробы, говорит сельсбек Таштакеев. Ну а мама Айджан Гульбарчин-Халдебаева сказала, что она делает все возможное, чтобы помочь своим детям в достижении своих целей. «При воспитании своих детей мы особое внимание уделяем их саморазвитию. У нас девять детей, самому старшему из которых 18 лет. Айджана пятая из детей. Она очень талантливая и способная, быстро воспринимает информацию. Когда я узнала, что она стала чемпионкой Азии, то была взволнована и в то же время очень горда за свою дочь и за весь Кыргызстан». Ну а старший брат Айджана и по совместительству ее тренер Арсбек Сьезбеков тоже был участником этого чемпионата. Он поделился, что больше переживал за свою сестренку. «У нас в шахматах самое главное – это начало. Мы поначалу готовились и вот в итоге у нас выигрыш в первом месте. Болели как-то. Я тоже там свою игру играю и думаю в голове партии Айджана. И сам тоже отвлекался немножко». Отец семейства признается, что играя с Айджан он получает удовольствие, так как она стала очень сильной соперницей для него. А со старшими сыновьями он уже не играет, потому что они уже давно превозошли своего учителя. Теперь Айджан усиленно будет готовиться к мундиалю, который состоится в августе этого года.